Девушки отдыхают Мы встретились на фестивале, посвященном Эмилю Гивельсу, и музыкант, о беседе с которым я долго мечтала, согласился говорить о Гивельсе, пианисте, перед которым он преклоняется. Мы беседовали с одним из самых энигматичных и могучих музыкантов нашего времени сразу после его концерта, на сцене у еще не остывшего рояля. Программа «Камертон» представляет пианиста из Санкт-Петербурга Григория Соколова. Музыка 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 Он любит вешать ярлыки. И было такое сравнение, что своим появлением 16-летний Соколов, игравший на конкурсе Чайковского и взявший первую премию, напоминал появление Геллильса. Геллильс в детстве мечтал быть дирижером. И вы тоже начинали с этого. И еще Геллильс любил, так же как и вы, живые записи, а не студийные. А что меня поразило в разнице, Эмиль Григорьевич любил прослушать свои диски, как выяснилось, свои записи. Старые, последние, сравнивать. И вообще говорил, что вот я анализирую свою трансформацию, которая происходит в моем стиле, именно по записям. Почему вы не любите слушать свои записи? Ну, вы знаете, во-первых, запись, это, в общем-то, очень несовершенное и очень бледное отражение и состояния концерта, и исполнения, и того, что остается в памяти после концерта. Если во время концерта есть только существующий рояль, мой партнер, с которым мы играем, мы вместе играем, то здесь масса посредников. Микрофон, звукорежиссер. Но это не самое страшное. Насколько я знаю, звукозапись по качеству приближается очень близко к тому, что человек хочет в записи. Но воспроизведение происходит при помощи таких средств воспроизведения. В общем, это неприятно видеть, что остается. А вот, что меня тоже удивило, и что мне показалось, смотри, я подумала, какая разница. Гиллерс писал, что он играет одно произведение, которое он выучил, в которое он проник, которым он проникся, максимум 3-4 раза. И откладывает его, потому что боится, что оно перестанет быть свежим. А у вас совершенно по-другому. У вас становится одна программа таким глубоким колодцем, насколько я понимаю, в котором вы все время что-то черпаете и черпаете и черпаете. Вот так вот в течение года практически вы себе установили такой ритм. Вы действительно вот настолько... вам необходимо жить с одними и теми же произведениями в течение одного года? Да, предназначительно так получается, что каждую пьесу я играю около сезона. В середине сезона идет изменение программы, чаще всего. Половинка программы останется другая. Но в общем и целом, какие-то пьесы очень играются сезонами. А второе, у меня нет... у меня абсолютно не плановое хозяйство. Я не знаю, что я буду играть через 3 месяца. Часто. А как это приходит решение? Не знаю. Интуитивно? Работа над произведением начинает иметь несколько этапов. Первый этап, вы не знаете, что это работа идет. Потому что в тот момент, когда вы хотите играть какую-то пьесу, эта работа уже завершилась. Вот этот подсознательный этап работы должен пройти. Я не ощущаю, не знаю, что работа идет. И вдруг я понимаю, что я хочу играть в эту пьесу. Потом идет то, что называется, до концерта. И потом начинается самый интересный этап. Когда пьес начинает меняться от одного исполнения. Потому что не бывает одинакового исполнения сегодня и, допустим, завтра. По одной простой причине, что человек другой. Сам человек. Каждый день. Да. Вот что-то другое. Я не говорю уже о тех вещах. Самочувствие. Нет. Другой инструмент. Другая акустика. Инструмент, он тоже имеет свою личность, свой темпераметр. У него есть своя фантазия. На игрании вместе. Поэтому концертов-адиматов не бывает. И это самое интересное. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. DimaTorzok. Очень хорошо помню этот концерт. Это был вечер концертов с Паршаем, с его оркестром. Реми Норной Баха, Дома Журны Моцарта и концерт Гайден. А что вас лично покорило и потрясло? Что у вас осталось от того, как играл Герельс? У каждого ведь свое остается от великого артиста. После первого концерта, и это продолжается до сих пор, у меня возник вот это, я бы сказал, религиозное чувство. Почтение и любви Герельсу. Это был великий художник. Поэтому, наверное, более-менее адекватное объяснение этого явления – это тишина. Ничего об этом не говорить. Это можно слушать. И тот, кому будет дано пойти в этот мир, тот это поймет. Вы ведь с ним были лично знакомы. Какое он на вас производил впечатление? Мы были знакомы, но это были нечастые разговоры, нечастые встречи. У меня, в общем и целом, как-то поражало, что невероятная весомость всего, что происходило. В искусстве это и понятно, но и в жизни. Каждое слово имело свой вес, очень большой смысл, с очень большими последствиями для того, кто их слышал, это и размышления, и так далее. Что бы мне еще хотелось сказать? Он удивительно достойно прожил жизнь. В то время, когда он жил, очень часто поста и порядочной была геройством. И он умел помогать людям. Причем хотел оставаться неизвестным при этом. Вот эти еще качества, которые были само собой разумеющимися для божества. Скажите, а вот правда, что бытовало мнение такое, и как бы оно дошло и до моего поколения, что все-таки он ощущал себя в классе наигаузу больше пасынком, чем сыном? Ну, вы знаете, мне трудно об этом судить, но когда мы имеем дело, мы говорим о великом художнике, никогда бы не пытался проследить какую-то невероятную, ясную линию, которая идет от учителей. Я читала одно из тех редких ваших интервью, где вы замечательно говорите про то, что, в общем-то, когда говорят «школа Рубенса или школа Рембрандта, это не настолько важно, потому что это значит просто делать человек мастеровой, обученный приему». А когда говорят, вот что есть Микеланджело или есть тот же самый Гленгульд, это совсем другое. Да, потому что во многих случаях мы не знаем имени. Но в сложной ряду вы видите неизвестный художник такого-то века. Неизвестный художник, но это вечно. А то, что Рубенса, то известный круг и мастеровой подражатель, допустим. Это другое совершенно смысл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Я знаю вашу маниакальную страсть к познанию вот этого инструмента, который здесь стоит. Вы все время говорите, что это ваш партнер, что вы вместе играете. Я уверена, что для вас нет загадок ни в одном из роялей. Ну что, я, знаете, такой инструмент, как рояль, этому нужно посвятить всю жизнь. Рояль это как человек. Он болеет, стареет, капризничает. Как люди один в двадцать лет, другой в восемь лет. Так и рояль. Какой человек, никто не знает. И даже если вы будете играть в одном и том же рояле, допустим, подряд, он будет совершенно разным. У него тоже есть свои звездные часы, когда ему приятно играть, когда влажность, температура. Это же очень... Он только очень большой. Это кажется только он большой. Но это очень нежный и очень раненый инструмент. Нисколько не прочнее, и выносливый клависин, нисколько. И идеального инструмента не бывает никогда. Не бывает инструмент абсолютно в порядке. Такого инструмента нет. В каждом инструменте есть своя проблема, которая остается. Другое дело, что с этой проблемой можно существовать, играть в концерт. На таком рояле человек не бывает всегда здоровым. Вот это понятие «практически здоровый», это рояль тоже «практически здоровый». Кстати, из воспоминаний самого Гейлиса, он писал, что больше всего в детстве он любил садиться к клавиатуре сразу после ухода из дома настройщиков. Потому что вот когда приходили настройщики, настраивали домашнее, он садился и он просто оживал. Очень прагматический вопрос. Многие ваши коллеги, вы знаете, эту практику, возят за собой свой рояль. Почему вы себе не можете этого позволить? Чтобы не быть, постоянно не сталкиваться с неприятными сюрпризами в каком-то зале, где рояль недостаточно свеж или наоборот... Я не знаю, кого вы имеете в виду. Пожалуйста, Андрес Шиф. Да. Горовиц. Юный Денис Мацуев. «Действительно, Горовиц возил с собой один рояль 36-го года. В этом рояле были какие-то изменения конструктивные. И поэтому он ему был просто... Необходим. Ну, это был его инструмент. Этот инструмент сейчас находится в Нью-Йорке, и каждый может на нем играть, но почти никто на нем не играет. Я его никогда не трогал, я не знаю, какие там изменения. Он, говорят, он очень легкий. Это тоже требует какой-то привычки. Да, действительно, вот названные вами Горовиц и Шиф, я знаю, он тоже возит один рояль. Мне это неинтересно. Мне интересны разные инструменты. Один инструмент очень хороший, но именно в этом зале, в этих экусических условиях, не значит, что он будет хорош в другом зале. И надо все-таки учитывать, что любая поездка для рояля – это очень тяжелое испытание. Если желать ускорить его гибель, то его надо все время вносить. Рояль, который все время передвигается – это рояль, который испытывает нагрузки, которые, в общем-то, сказываются безусловно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я, кажется, я поняла, почему Григорий Соколов не любит говорить с журналистами. Он и так слишком много говорит своей игрой на рояле. Только там, за клавишами, каждый звук, каждая пауза выверены им с предельной педантичной точностью. В вечном поиске совершенства Соколов ненавидит приблизительность и фальшь в словах, так же, как и в музыке. Вы человек, который, в общем, насколько я понимаю, постоянно находится в поисках совершенства. Вот какого-то или приближения к совершенству, так как вы его понимаете. Вот мне интересно, в зале вы погружаете себя и публику, в общем, в темноту, потому что я понимаю, что вас, наверное, отвлекает свет. И вас отвлекают случайно попавшиеся в поле зрения лица и движения. Я не могу яркий свет, потому что это плохо, не только мне, но и плохо рояле. Это становится жарко, это очень высокая температура, он быстро расстраивается, для него это совсем не самый лучший вариант. А вот дыхание публики вам важно в зале? Потому что у меня ощущение, что вы просто... Мне важно концертное мое состояние, мое концертное состояние, потому что во время концерта нет диалога. Это, в общем-то, улица с односторонним движением. Человек, который сидит на сцене, он должен тянуть за собой публику, куда он хочет. Так что активная сторона – это артист, сидящий на сцене, и пассивная сторона – это публика. То есть на вашем концерте и в вашем понимании публика не может быть соучастницей, она может быть только пассивным свидетелем этого события. Она может быть теоретически соучастником, потому что то, что делает... В данном случае мы говорим об общем, я и говорю о любом концерте. То, что делает артист только до того момента, как он выйдет с этой программой в публике, сколько проходит времени. Какой огромный путь проходит эта пьяница, и какой путь продолжает проходить. Если эта программа играется довольно долго, публика не может быть соучастницей. Все равно от того, как реагирует зал, иногда спектакль идет совершенно в другом направлении. То есть у вас... А вы подчиняете полностью волю слушателя, насколько я вот... Мне кажется, это единственная возможность. Иначе, если я, сидящий в зале, могу точно сделать то же самое, и понимаю точно так же, как кто-то сидит на сцене, почему мы не меняемся местами. Субтитры создавал DimaTorzok А у вас осталась музыка, к которой вы еще не прикасались, и к которой вот вы подбираетесь. Вы знаете, фортепианная музыка – это такой океан, что даже самый большой долгожитель, я имею в виду фортепиан, которые были бы стоят, мы смогли сыграть только маленькую часть этого океана. От чего зависит вдохновение? Как вам кажется, это подарок свыше? Или его можно вымолить? Или его можно вызвать? Или никогда не знаешь? Я думаю, что это особое состояние, которое зависит от какой-то силы, которая существует внутри, и которая, как мне кажется, зависит от космической энергии. Важно, чтобы разница между исполнением, когда человек чувствует, что он, допустим, ему что-то не нравится, ему не нравится раяль, ему не нравится сад, ему не нравится акустика, ему плохо дышится здесь. Ну, то, что называется, когда он чувствует, что он играет по существу на аккумуляторах. Такие вещи, безусловно, могут быть. Важно, чтобы разница для внешнего уха была минимальна. По существу важно, чтобы уровень исполнения был всегда такой, чтобы публика не значила. Да, вот, что это техника-техника, техника-техника, они тоже существуют. Если вы берете экстрасенсов, без техники они не могут существовать тоже. То есть они должны, видите, вызвать это ощущение. Если они не вызывают это, простые дилетанты, которые действительно подводят каким-то ясновидением, например, но в произвольное время. Сила, исходящая от артиста, это должна быть сила, которая позволяет этот залу, публике, слушателю, пойти в тот мир, куда его приглашают. Практически сейчас слово в слово сказали то, что теперь уже, ставя в кавычки, возможно, это было действительно так, но в одном из интервью Эмиль Григорьевич Гильев говорил практически то же самое. Ну, во-первых, я понимаю, это вот такой, я бы сказал, технический прием, что вы все время говорите о гене-себе-махе. Ну, мне же интересно, все-таки будет. Я понимаю, просто все дело в том, что невозможно никого сравнивать с таким великим человеком. Это другой мир. Это совершенно мир. Описывать можно что-то путем, каких-то подобий и сравнений. А это другой мир. Битхон нельзя описывать, использовать сравнение с вами. Это же это легко. Кто не знает Битхон, его не узнает. Сколько бы я ни... Не объяснял. Не объяснял, что это такое. Я Гилец. Гилец это Гилец. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Его игра производит впечатление почти мистическое. Григорий Соколов умеет властно подчинять себе тысячную аудиторию, заставляя зал практически не дышать, сосредоточенно превращая его в слух. Впрочем, как ни старайся, словами это не опишешь. Единственное, что хочу вам пожелать, постарайтесь когда-нибудь попасть на его концерт. Уверяю вас, жизнь разделится на до и после. Субтитры создавал DimaTorzok